Ирина Александровна, в настоящее время все стремятся к инновациям, и в спорте в том числе. Почему художественная гимнастика не пополняется новым инструментарием, например, лазерным лучом? Лазерным лучом пополняется только в медицине. У нас очень серьезные сейчас инновации мы применяем, чтобы детей восстанавливать. Например, они у нас лежат после тренировки на контрпульсации, то есть сердцу помогают восстанавливаться, кровь перекачивать так спокойно. Совершенно аппарат такой совершенный, хороший. Не вредный, я имею в виду. Потом они перед тренировками у нас сидят на компьютерах, и мы проверяем их состояние, как все работает. И если состояние неважное, а она хочет тренироваться, я ей говорю, вон отсюда отдыхать, потому что нам дети нужны здоровые. Мужу жена нужна здоровая, а сестра богатая. Со здоровьем можно сделать все, с больными ничего. Поэтому я в этом отношении инновации, и лазеры у нас, и МРТ, но не то МРТ, которое мы проходим. МРТ у нас все проходят, дети, это постоянно. У нас есть еще МРТ, который даже в России еще нету. Мы привозим его из Германии. Это машина, которая вырабатывает частоту здорового органа, 18. И вот когда наших детей этой машинкой проходят по их телу, все органы и все мышцы вырабатывают частоту здорового, вот эту здоровую частоту. И они у нас меньше болеют. Вот сейчас мы были в Санкт-Петербурге на обследовании у знаменитого нашего профессора Ховенсона, который придумал пептиды в его институте. И вот они получают перед, никаких вакцинаций у нас мы не делаем, они получают вот эти пептиды и гриппом не болеют. В прошлом году я проворонила, все заболели гриппом, а позапрошлым нет. Мы делаем генетический паспорт, и по генетическому паспорту мы уже определяем, какими заболеваниями может эта девочка страдать в будущем. И предупреждаем все это. Поэтому у нас инноваций очень много.